Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Канал у меня исторический, периодически бывают всякие прикольные вещи. Сегодня ко мне в руки попали вот такие замечательные часы зим советские, 65-го года, позолоченные, между прочим. Вот, и решил я их вам показать, а заодно, собственно, рассказать историю этих часов и историю в целом марки зим и немножко коснуться истории часового производства в Советском Союзе. Давайте начинать. Пару слов об этих часах. Я их купил на барахолке у какого-то алкаша, так что не стоит думать, что бедный дедушка теперь без часов. Нет, там был совсем маргинальный человек. Часы позолоченные, купил их за 300 рублей. Сзади имеется дарственная надпись, но мы к ней вернемся в конце ролика. Прежде давайте мы сегодня применим дедуктивный метод и пойдем, что называется, от общего к частному. В целом о часовом производстве в Советском Союзе. Часы зим — это часы Победа, которые производились на заводе имени Масленникова. Завод находится в Самаре, вот, с 60-х по 85-й год. До этого часы назывались Победа и, собственно, после этого тоже часы назывались Победа. В целом, если говорить о марке Победы, то она появилась в 1946 году. Угадайте, что явилось поводом. Понятное дело, Победа в Великой Отечественной войне. Название, конструкцию и стоимость часов утверждал лично Иосиф Виссарионович Сталин. И уже в 1946 году часы Победы вышли в продажу. Выпускались они на нескольких заводах. Это Пензенский часовой, Первый и Второй Московский часовые заводы, Чистопольский часовой завод, завод имени Масленникова, собственно, откуда вот эти часы пошли, и Петродворцовый часовой завод. Стоили часы Победы в Советском Союзе 27 рублей. Чтобы примерно понимать, на наши деньги это около 6-6,5 тысяч рублей. То есть, ну, не сказать, что прям очень дорогие, но и как бы не китайские за 500 рублей, это уж точно. Мы договорились о том, что у нас будет сегодня метод дедукции, сужаем область поиска и поговорим, собственно, о том предприятии, на котором было выпущено конкретно эти часы. Завод имени Масленникова, расположенного в городе Самаре, имеет потрясающую историю. Появился завод имени Масленникова в 1909 году. В 1905 году его начали строить, а в 1909 уже сдали. Завод назывался Трубочным и выпускал капсулы-взрыватели для пушек. Собственно, это было оборонное производство. Ну, и таким образом, эти самые капсулы-взрыватели, они делали до 1917 года, пока не случилась революция. После этого, понятное дело, он был национализирован, завод. Ну, а в 1923 году хозяева, настоящие хозяева завода, то есть рабочие, попросили присвоить заводу имя первого председателя Самарского горсовета Александра Масленникова. Во времена Великой Отечественной войны Зим занимался тем, что выпускал снаряды для знаменитой «Катюши». Ну, а с 1937 года, то есть еще до войны, на заводе было налажено часовое производство. После войны часовое производство продолжилось, начали выпускать часы «Победа». Ну, а в 60-х годах вот решили часам «Победы» присвоить собственное название «Зим». Вернулись потом к названию «Победа». Уже в 1985 году, собственно, к юбилею «Победы» решили вернуть как бы историческое название. Чем еще примечательный завод имени Масленникова? Ну, во-первых, это огромное предприятие в свое время было. 35 тысяч человек на нем работало. Помимо часов там много чего выпускалось, продолжали, собственно, работать на оборонку, выпускали различного рода приборы. Но, как, собственно, и много в нашей стране, в середине 90-х завод обанкротился. Ну, и в 2002 году окончательно остановилось производство, после чего завод какое-то время был торговым центром, казино там было. Да много чего, на самом деле, было на территории завода. В настоящее время завод, естественно, уже не существует, больше 10 лет. Там сейчас какие-то офисные здания, небольшие производства, ну и есть жилая застройка. Из интересного еще немножко про завод. В 29-м году на территории завода была построена фабрика-кухня в форме серпа и молота. Это одно из немногих зданий, в принципе, на планете в форме серпа и молота. Плюс здесь еще конструктивизм, фабрика-кухня была рассчитана на какое-то нереальное количество обедов. Там около 9 тысяч обедов в день она должна была выдавать. В молоте находились производственные помещения, ну а в серпе люди кушали. На первом этаже были раздевалки, галереи, а весь второй этаж это был как раз-таки обеденный зал. Совершенно уникальное строение. В 90-х, опять же, друзья, вы сами понимаете, что там было. Там был какой-то развлекательный центр, торговый центр, казино. Само здание обшили сайдингом, изуродовали, естественно, но не так давно. Вот здесь уже положительная новость. Не так давно здание было выкуплено, стало вновь принадлежать казне государству. И там было решено сделать филиал Третьяковской галереи. И уже совсем скоро зданию вернется исторический облик. И мы все с вами сможем съездить туда и побывать в здании в виде серпа и молота. Так, это был очень долгий рассказ о заводе, о часах. Давайте я немножко расскажу уже об этих часах. Вот, так сказать, приступим к классическому обзору. Да, потому что я считаю, что раз уж показываешь вещь, нужно рассказать ее историю. А если история хорошая, почему бы ее целиком не рассказать? Так, эти часы я купил за 300 рублей у какого-то алкаша на барахолке. Такой кожаный ремешок. Вот, часы позолоченные. Я спрашивал у знакомого ювелира, он сказал, да, это позолота, но она уже практически стерлась. Вот в таком она сейчас состоянии. Заводную эту штучку меняли. Самое интересное, что часы действительно ходят. Обратите внимание, вот на секундную стрелку она бежит. Пару дней я их даже носил. Я их думаю привести в порядок, сделать хороший ремешок и поносить. Вот, часы маленькие, да, ну вот в сравнении вот с классическими касси, он это типа Монтана, ну даже меньше такие. Когда я их увидел на блатке, я подумал, какие-то женские. Но на самом деле не женские. На самом деле они не женские, потому что есть дарственная надпись. Уважаемому Дмитрию Андреевичу Кобзеву от коллектива Службы Пути. 29.04.1965 год. Часы, друзья, именные, часы были подарены. Вот, не знаю, кто такой Дмитрий Александрович Кобзев. Пытался загуглить, ничего не нашел. Служба Пути это, вероятнее всего, как-то связано не с РЖД, а это как-то связано с Метрополитеном, потому что Служба Пути есть в Метрополитене. Поэтому, возможно, я гуглил Кобзев Метрополитен, Московский Метрополитен, ну и там во всех городах я пытался найти. Нет, не нахожу. Но, если, друзья, что-то знаете, встречали такую фамилию, знаете, что такое Служба Пути, напишите, пожалуйста, в комментариях. В общем, вот такие часы я себе приобрел. Ну, а вместе с этими часами я приобрел знание истории вот завода имени Масленникова. И вам ее сегодня рассказал, друзья. Любите историю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Это был канал Миклуха МакФлайт. Пока-пока. Продолжение следует...